Тема нынешнего конкурса журналистских работ была определена так. Тува за 100 лет. События, факты, люди. И была посвящена столетию со дня образования Тувинской Народной Республики. 18-й конкурс журналистского профессионального мастерства «Агалиматолитовое перо-2021» получился межрегиональным. Всего было заявлено 73 работы. Я считаю, что этот конкурс – это именно конкурс дружбы. Потому что те люди, которые в нем участвовали, и наши коллеги-журналисты из других регионов, и местные, они говорили прежде всего о своей верности, верности профессий и о любви к нашей родной республике. Работы конкурсантов оценивали заслуженные журналисты Российской Федерации и Республики Тува. Также победители конкурсов «Агалиматолитовое перо» прошлых лет. Конкурс привлек внимание авторов из разных регионов страны, в котором принимали участие не только журналисты Тувы, но и из соседних регионов. Помимо того количества участников и союза журналистов Красноярского края, а представьте, какая география. Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Чита, Иркутск, Красноярск и село Новоселого Красноярского края. Кызыл, Дуран, Байхак и Хантагайды. Представляете, какая география? Из 73 работ на туинском и на русском языках было отобрано 34. Из них 21 лауреат и 13 дипломантов. Одна из участниц – Татьяна Верещагина, заслуженная работник культуры Республики Тува, заведующая Туранским филиалом Национального музея имени Софьяновых. Стала лауреатом конкурса. Участвует уже третий раз. Верещагина Татьяна Евгеньевна, за краеведческие книги, Иннокентий Георгиевич Сафьянов, родословие. И нам дороги эти позабыть нельзя. Также впервые в рамках конкурса отдельными благодарностями были отмечены те, кто вносит посильный вклад в развитие Союза журналистов Тувы. Это молодые активисты, помощники. Вороне Ольге Викторовне. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, ну сейчас члены Союза знают, о чем она занимается. Чтобы не бросала. Спасибо, Ольга Викторовна. Цель конкурса состоит в том, чтобы сохранить историческую память, также развить взаимодействие традиций и языков русского, тувинского и других народов, проживающих на территории Многонациональной Республики Тыва. И на Клоянчах Андангак, Боя Солчак, телеканал Тува24.